У меня была знакомая, она просто хотела танцевать. Это было ее хобби. Она хотела стать не то что профессиональной танцовщицей, но в общем хотела делать что-то, что ей доставляло бы удовольствие. Но так как в нашем менталитете немножко на это по-другому смотрят, у нас есть что прислушиваться к разговорам чужих. И так у своих детей забирают мечту. Я считаю, она послушалась родителей, она забросила свои танцы. Но я считаю, это неправильно, потому что у ребенка отобрали мечту на кусочек, на какой-то процент в жизни, и она уже стала несчастной. И когда-то по-любому она будет вспоминать об этом и жалеть. А почти многие родители через своих детей, как сказать, хотят видеть в них то, что они когда-то не добились. Допустим, если когда-то там твоя мама или отец хотел быть врачом, и у них это не получилось, они вот своего ребенка обязательно хотят поставить на этот путь. Или там юрист, или еще что-то. Вот, вы поняли мою мысль. Большая ошибка у людей в том, что многие отпускают руки при первой же какой-то сложности. Вера – это самое главное. Надо продолжать верить. Так же, как мы верим в Бога, хотя никто его не видел, но мы все верим. Так же и надо верить в свои мечты. То, что это у тебя есть, и ты ее добьешься. Надо верить так, что ты уже добился этой мечты. То, что вот твоя мечта уже у тебя в руках, то, что ты это имеешь. И обязательно это, как сказать, принесет какие-то свои плоды. Потому что я верю, что мысли материализуются, и обязательно мечты сбудутся. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!